МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы представили свой ежегодный доклад о соблюдении и защите прав детей в нашем регионе. Доклад в электронном виде уже выложен на сайте уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. Сейчас Владимир Валерьевич бумажную версию этого документа держит в своих руках. Достаточно объемный документ, почти 300 страниц. Год от года, я помню, вы говорили, объемы растут, да, информация, которую вы заносите в свой традиционный доклад? Ну, мы стараемся сделать какие-то выжимки, но насколько получается сокращать. Конечно, мы каждый случай не можем описать, ни случай мониторинга. То есть мы в каждом разделе даем конкретные примеры. Конкретные примеры работы с обращением, конкретные примеры проблемы, решения этой проблемы, то есть как мы решили. Естественно, все вопросы либо все обращения в этой теме мы не можем в доклад поставить. Ну, по объему это будет очень большой объем. У нас в работе находится несколько сотен обращений ежедневно по году. А всего за 2022 более тысячи было, да? Более тысячи обращений. У нас увеличилось количество письменных обращений, есть коллективные обращения. Поэтому, ну, я как-то приводил, например, мы начинали, ну, в первый год у нас было порядка 300, сейчас нагрузка увеличилась там почти в 4 раза, ну, при том же количестве сотрудников и юристов, которые у нас есть. В этом году надо отметить, достаточно активно отреагировали, да, депутаты законодательного собрания на ваши доклады, там, в своем отчете они посвятили внимание, тоже уделили внимание этому. И есть основания полагать, что ваш доклад, ваши наработки, они будут донесены до конкретных ведомств, органов власти, и это воплотится в решение проблем. Есть такое ощущение более стойкое в этом году? Есть такое ощущение, оно сложилось еще в прошлом году, когда впервые вообще за, вот, историю... Ну, во-первых, хочу начать с того, что с законодательным собранием у нас очень серьезная там и тесная работа в течение всего года, поэтому и вопросы, которые поднимали депутаты, ну, в частности, если мы возьмем, ну, вот, есть ссылка на итоги последней пленарки, то, там, две трети времени по итогам было посвящено, собственно говоря, тем вопросам, которые касались нашего доклада. Это, там, для нам, ну... Можете примеры, возможно, какие-то принести, привести? Почетно, да, вместе с тем, это большая ответственность. Ну, во-первых, в течение года мы неоднократно выезжали вместе с депутатами, это и в рамках летней оздоровительной кампании по обращениям, ну, в частности, с Ириной Геннадьевной Морозовой мы были в Котельническом районе, там... Совместитель председателя законодательного собрания. Да, законодательного собрания плюсом. К этому она у нас возглавляет отделение... Женщин России. Женщин России. У нас очень активное взаимодействие в рамках движения ОЦИ России в этом году, как бы совместное, то есть вот у нас пересечения, как бы, постоянные, вот. И что касается вообще, я сказал, ну, во-первых, у нас всегда было очень хорошее рабочее отношение с законодательным собранием, сейчас хочу подчеркнуть. Но в прошлом году впервые депутаты законодательного собрания приняли решение по итогам нашего доклада для того, чтобы все-таки внимание к тем вопросам, которые мы ставим, к тем рекомендациям, которые содержатся в докладе, четко зафиксировать. Они направили письма, запросы в профильные министерства и ведомства четко о выполнении рекомендации уполномочивания по праву ребенка в Киевской области. В прошлом году это было сделано впервые. То есть прямо, значит, вот те рекомендации и выводы, которые сделаны нами в каждом разделе доклада, значит, были конкретно запросы о выполнении этих рекомендаций. В этом году... Были выполнены? Ну... Ответы на запросы были получены? Были, были. Часть была выполнена, часть, но часть оставалась нерешенной. Мы, собственно говоря, в этом году перенесли и в этот доклад. Какие вопросы, прошу прощения, сразу перебью, нерешенными остались? В прошлом году? Да. Ну, в частности, вопрос по государственному обеспечению детей-сирот, детей, оставших без попечения родителей. Мы об этом неоднократно этот вопрос поднимали. Если можно, я сейчас остановлюсь по подробному. Ну, давайте, да. Потому что это такой блок, ну, раз спросили. Значит, мы этот вопрос поднимали в двух докладах. За 2021 и за 2020 год. То есть в двух предыдущих, предшествующих вот этому докладу. При этом мы делали выводы на основании нашего мониторинга вообще учреждений для детей-сирот. То есть это и школы-интернаты, и детские дома, и там, где ребята учатся. То есть это учреждение СПО, среднее профессиональное образование. И как раз вопросы касались средств, которые выделяются на их питание, одежда, обувь, там, по сезону, проезд, констовары и так далее. Вот в рамках вот этого государственного обеспечения. Здесь, подчеркну, речь не идет о коммуналке, которые в детские дома и так далее. Это исключительно вещи, которые на детей-сирот. Значит, мы вот, там, несколько лет вопрос поднимали и пробивали, но услышанных не были. То есть в предыдущих случаях мы получали ответ, да, мы собираемся там увеличить там на 5,5%. Ну, давайте подождем, это полностью региональное финансирование, да, из областного бюджета. Это полностью региональное финансирование, от Министерства финансов, Министерства образования в данной ситуации. Речь шла о учреждениях подведомственных Министерств образования, потому что два у нас учреждения есть подведомственных. Одно Минздраву, второе Минсоциум. А вот здесь исключительно в этой части. Вот, и вперед с 2017 года было единственное повышение в 2010 году, которое удалось добиться на 10%. Что было сделано в этом году? В этом году мы направили все материалы в контрольно-счетную палату Кировской области. Я сказал отдельное спасибо Юрию Николаевичу на пленарке, на ЗАГС-собрании, потому что КСП провела очень серьезный анализ вообще выделения вот этих средств. И подтвердила наши доводы, в частности, они вывели цифру о том, что в бюджете на эти средства заложена сумма 39,5% от необходимой, от расчетной. То есть, в 2,5 раза больше нужно, да, по идее? И второй момент, это касается уровня инфляции, то, что инфляция, если вот в процентном соотношении отставала на 22-й год, вот эта позиция, на 43% пункта по сравнению с 2016-м. То есть, она выросла, как бы, и насколько нужно было бы индексировать за это время. Значит, по итогам анализа контрольно-счетной палаты материалы, которые мы уже до этого имели, и вот этот анализ, который был проведен, мы направили в прокуратуру области. Прокуратура также поддержала наши доводы и анализ КСП, и эта сумма с 23-го года было внесено в представление, и эта сумма в 23-м году увеличена просто кратно. То есть, при 122 миллионах, которые были запланированы на 23-й год в прошлом году, сейчас эта сумма увеличена до 250 миллионов. То есть, нужно понимать, что это... Чуть более, чем в 2 раза, да? Да, чуть более, чем в 2 раза. И вот сейчас эта сумма соответствует тем расчетам, которые есть. И более того, в этом году отдельно у нас дана была рекомендация в докладе, предложение о контроле индексирования, индексации этой суммы. Ежегодного. Да, и это предложение депутатами было поддержано и, более того, отдельно вынесено. Так вот, возвращаясь к началу разговора, как бы не о том, что изменении депутатов отношения к нашему докладу, а что было нового. То есть, помимо этого же предложения депутатского корпуса, как в прошлом году, направить запросы о выполнении рекомендаций, содержащихся в докладе о полномочии по праву ребенка, дополнительно, было несколько моментов из этих рекомендаций, порядка шести, там, большой блок выбран, и было предложено внести это отдельным постановлением в законодательном собрании. Вот именно вот эти пункты, которые были выбраны, ну, в частности, вот этот пункт об инвекции... Чтобы придать им весомости такой, да? Вот это впервые у нас, впервые за все годы, которые мы работаем, и, ну, собственно говоря, мы рады, что наша поддержка, поддержка того, чем мы занимаемся, и, собственно, подтверждение тех проблем, которые мы выносим на обсуждение в нашем докладе, и которые мы показываем со стороны законодательного собрания, она очень серьезная, она понимается, она признается, и это очень серьезная поддержка и помощь. Давайте еще немножко про ребят-сирот. А во что выливалось, в какие картины вот этот хронический недостаток финансов? Ребятам действительно не на что было элементарные вещи покупать, одежды, констовары и так далее. Как вообще выкручивались-то при такой ситуации? То есть какие-то спонсорские деньги или что? Да, здесь несколько моментов. Ну, во-первых, у нас примеры, опять же, я все время буду давать отсылку к докладу наших радиослушателей, потому что в электронном виде есть у нас, он у нас на сайте есть, можно его посмотреть, и как раз конкретные примеры есть. И в этом году, и в предыдущих докладах были конкретные примеры, к чему это приводило. Ну, в частности, ну, вот одна из последних поездок в рамках взаимодействия с прокуратурой области, у нас есть соглашение, которое заключено, и есть, значит, план проверочных мероприятий, организации для детей-сирот. То есть это не только школы и детские дома, но там, где эти ребята учатся. В частности, у нас была одна из последних поездок в декабре, там, в учреждение, наш один из техникумов, который расположен в селе Бобины и Вахрушев филиал. Значит, масса мясного блюда, порция которой должна быть, ну, как она должна быть, уменьшена ровно в два раза. Исключительно, ну, потому что средств не хватает, потому что руководитель, честно, признается, что тех средств, которые были выведены, их не хватает. И, соответственно, там, если это должно весить вот столько-то, то по факту это весит в два раза меньше, и здесь, ну, признается. То есть, увы, недоедание. Недоедание, да, простым языком выражается. И это в основном у нас касалось все-таки учреждений системы СПО, где ребята учились. По детским домам ситуация в ряде детских домов, она складывалась подобная. У нас есть пример, когда один из детских домов, там даже фотографии есть в докладе, когда выезжали наши сотрудники, из практически просроченного молока делался самодельный творог, такой большой бак там с хлебными корками. И как раз эта информация пришла к нам, и вообще о серьезности этой проблемы. Вот такой парадокс. Заговорили сотрудники другого учреждения, которое на время были там с Пасталицки детский дом, на время был перевезен в Тужу. И там просто ужаснулись, ну, собственно говоря, вот этой ситуацией, когда у нас там, в том числе, вот этот творог шел в питание ребенку там очень маленького возраста, до года. Поэтому вот на тот момент к нам обратились сами сотрудники другого учреждения, что вот с этой ситуацией надо что-то делать. То есть речь-то о чем идет? Нехватка денег на покупку творога, они творог пытались сами сделать из того, что осталось. Из того, что осталось. Там просрочка, да. Да. Второй момент. Опять же, у нас есть, когда обращались ребята о том, что, ну, вот, в частности, по Налинску, у нас там большой блок по Налинскому детскому дому, не выдают констовары, не покупают, значит, вопросы по одежде у подростков возникали. И мы, в частности, в Налинский дом выезжали как раз совместно с Ириной Геннадьевым Морозовой и с представителем Министерства образования, потому что там поступило письмо от ребят, мне коллективно как бы они обратились. Вот, я несколько раз в этот детский дом выезжал, и, собственно говоря, ребята очень... То есть воспитанники сами? Да, сами воспитанники, сами воспитанники, да. Значит, сразу скажу, что по итогам было принято кадровое решение, не мы его принимаем, Министерство образования приняло это решение кадровое по руководству детского дома. Вот. Но, в частности, один из вопросов, который там, вот, вы знаете, вот ребята, подростки уже, это, ну, 9, 10, 11 класс, вот сидят девчонки, сидят парни, говорят, вы знаете, вот мы все сидели, я говорю, как раз представитель Мининобра пригласил, сначала они попросили меня один на один переговорить, а потом сказал, давайте мы все-таки пригласим всех, чтобы, ну, слышали там все. Я говорю, ну, теперь послушайте, вот. И когда ситуация, при которой, вот, слушайте, вот нам выдают там 5-литровую канистру жидкого мыла из светофора для того, чтобы мы мыли там голову, а мы уже, мы большие, взрослые, мы понимаем, что, ну, там у нас уже волосы начали подать. Ну, это вот такой пример, наверное, один из самых ярких. Ну, потому что средств не хватает. Да, у них там через неделю у них появились и шампуни, и гель-души и так далее, нормальные, хорошие. И вот здесь как раз была ситуация, когда и Минобра среагировал, да, наконец-то, должным образом, как было. Но и то, о чем вы тоже вначале упомянули, да, добрые люди, спонсоры и так далее. И у нас, скажем так, большинством детских домов и школ, интернатов все эти долгие годы шепствуют, ну, крупные есть, и крупные, и торговые сети, и просто добрые люди. Поэтому вот когда мы говорили, да, у нас вот эти помогают вот этому и вот этому детскому дому. Но помогать они должны не в объеме, в том, в котором должны быть предусмотрены все-таки средства, уделяемые без бюджета. То есть не покрывать вот этот недостаток, да, вот эту брешь. Я вот, опять же, много лет назад для себя такое, там, вывели некое такое выражение. Знаете, вот когда вот, если мы говорим про тортик, то вот коржи в этом тортике должно обеспечить государство. А вот вишенку уже сверху это спонсоры и партнеры. То есть вот есть некие обязательные вещи, которые должны выполнять. А потом уже, если нужно разнообразие, вариативность, там, дополнение, что-то, это должно быть. Вот, а я не понимаю, вот проблема, получается, системная, да? Не доводило руководство до региональных властей, что она есть. Ну, я просто не представляю, как руководство интерната говорит, что у нас дети не доедают, и все пожали плечами и пошли домой с работы спокойно. Ну, я скажу еще одну вещь. Делайте сами творог. Вот мы несколько раз сталкивались с тем, что нам приходилось защищать очень хороших, очень вменяемых руководителей наших учреждений для детей-сирот. А большинство из них действительно просто люди, которым нужно при жизни ставить памятник. Ситуации возникали, и мы знаем, во взаимодействии с детским фондом, Валентиной Павловной Ивановой, когда при вынесении информации о том, что там в детском доме чего-то не хватает, руководитель просто мог лишиться работы и все. То есть, ну, это разговор короткий. То есть, это не проблемы, которые решались на уровне там где-то сверху, что действительно там не хватает, а это проблемы учреждений. Если в каком-то учреждении там о чем-то говорится, либо какие-то, ну, проблемы начинают там выходить, да, то, собственно говоря, виноват директор, не которому дали денег, да, а который не смог найти там спокойно там потихоньку какие-то средства дополнительные для того, чтобы закрыть эту проблему внутри учреждения. То есть, учреждение находится на полном гособеспечении. Вместо положенных там 30 рублей ему дают 10. И если руководитель не справляется с 10 рублями... Сам виноват. Сам виноват. Еще раз повторюсь, мы этот вопрос поднимали, вот в последних трех докладах наших мы поднимали. Сейчас ситуация именно с обеспечением детей-сирот, она будет на особом контроле находиться, да? Она на особом. Мониторить, запрашивать, хватает ли ребята, дают ли... Во-первых, ну, конечно, мы уже получили отклики от руководителей наших учреждений о том, что сейчас вот того объема средств, который доводится, она реально хватает. Первое. Второе. У нас сейчас вообще по этой ситуации и было полное понимание найдено с новым курирующим зампредом. Сейчас Светлана Витальевна Шумайловна занимается этим направлением. Поэтому здесь никаких вопросов в том, что там все хорошо и сами виноваты быть не может. То есть вот именно это позволило как раз решить вопрос при там личном отношении Светланы Витальевны и Александра Валентиновича, с которым этот вопрос мы озвучили при первой встрече отдельно. В конце года, собственно говоря, вот это решение было принято в декабре месяце, и на этот год было это финансирование добавлено и выделено. Давайте от питания тогда, наверное, не будем далеко уходить. Детские сады, школы. Расширим, так сказать, количество площадок, о которых поговорить. Вопросы отдельного питания, конечно, они у нас всегда были, есть и, наверное, будут на отдельном контроле, потому что это вещи, которые касаются непосредственно вот здесь и сейчас жизни и здоровья детей. Ну вот я смотрю, недовес, да, очень часто встречается. Ну вот, опять же, у нас в докладе приведены достаточно подробные данные. У нас там есть разбивка по районам конкретно, по учреждениям, тех, кому интересно, можешь посмотреть. Ну сейчас мы, я поясню, мы сейчас школы имеем в виду, детские сады. Школы и детские сады, да, школы и детские сады, это учреждения, в том числе и детей-сирот, и колледжи, и техникуме. Ну вот в прошлом году мы посетили лично 146 учреждений. Вот именно один из вопросов, это как раз вопрос организации питания, мониторинга питания. И здесь, помимо того, с чем мы сталкивались всегда, это нарушение условий хранения продуктов, да, там соседства и так далее, при, реально мы можем сказать, при уменьшении количества объема просроченных продуктов, то есть у нас в предыдущие годы, у нас стабильная цифра была там 25-30%, мы говорили, что каждое там четвертое, третье учреждение на просрочке. Мы помним, мы рассказывали там и молочная продукция, и яйца и так далее. Это есть, это есть, значит, ну вот это уменьшилось, но количество учреждений, в которых масса порций не соответствовала тому, что нормативам, она увеличилась. То есть у нас порядка 27% это, ну, каждое четвертое учреждение. В разных случаях по-разному, и причины этого были разные. То есть... Насколько самая большая величина несоответствия? Ой, я боюсь соврать, но там порядка у нас доходила, по-моему, раза в 4, ну, там как бы порционка, но это... По всей порции или по отдельному? По всей, ну, там... Или котлетка должна была весить 100 граммов и весить 25? Ну, по весному, как правило, это, ну, у нас цифры там порядка половины, там, половину отличаются, 50% или 60%... Но это серьезно, серьезно, несоответственно. Конечно, то есть это не 5, не 10%. Мы здесь говорим исключительно о том, что там должно быть. Либо там, ну, салатик, вот он должен быть вот столько, оболожено вот совсем столько. У нас там даже есть пример, боюсь, по громовке сейчас не точно сказать, ну, там реально очень небольшая порция. И здесь, почему, как бы, несколько моментов. Первый, я вам привел, это как раз, например, одного из детских домов, где просто недофинансирование существенное, поэтому, либо учреждение СПО, ну, объектив там, недофинансирование. Второй момент, и с этим мы сталкивались в очень многих случаях, это несоответствие утвержденному меню, примерному меню. Что это такое? То есть вот есть меню, которое у нас утверждено Роспотребнадзором, то есть там написано о том, что условная масса вот этого блюда должно быть там 100 грамм. Когда мы смотрим утвержденное меню в учреждении, мы с удивлением видим, что там масса этого же блюда составляет, допустим, 60 либо 80 грамм. На каком основании, когда мы задаем? Ну, почему? Откуда? На каком этапе пути пропали эти граммы? Да, вот есть вот нормативка, как бы, оно должно быть так. То есть вот в этой ситуации удается вопрос решить достаточно оперативно. Говорит, о, да, мы показываем, вот они, документы, все, меню меняется, и там дальше детей начинают кормить уже по меню, которое должно быть. Так подождите, а аргументация какая? Почему? Так мы работаем. Дети все равно не едят, что ли, они отвечают? Нет, 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 об этом речь не идет. Речь идет о том, что вот мы как-то работаем по утвержденному, а у нас как-то утверждено, и все, мы дальше там. А в нормативку мы не смотрели? Мы в нормативку не заглядывали. То есть нам действительно приходится показывать, и иногда там откровения бывают, ну, просто вот такие... До смешного, что называется, наверное. Ну, это грустно, это, знаете, смех свою слезу, но вот я вам приведу там яркий пример, опять же, вот, когда мы были в Котельщинском районе, там ситуация у нас тоже описана в докладе, опять же, с Ириной Геннадьевной Морозовой к нам обратились родители одной из школ, потому что там ремонт не проводится, поселок Светлый, вот, и мы пригласили, то есть у нас на этой встрече были все представители Роспотребнадзора, прокуратуры областной, значит, у нас был глава района, то есть вот это все, как бы. И, то есть, вопросы там в этой части, по остальному, ну, пойдемте по остальному, и он нам говорит, пойдемте мы покажем, у нас все-таки вот блок столовой, он такой хороший. И мы приходим в эту столовую и смотрим там меню, которое висит утвержденное, да, то есть и в самом же первом пункте мы видим в этом меню, значит, там сосиска, там сардек, это... Какая сосиска, нельзя ничего... Да, это вещи, то есть сейчас, которых в меню просто нет, то есть это вещи, которых в меню, ну, можем оценивать это по-разному, кто-то говорит, а что сосиски, можно или нельзя, давайте говорить о том, что вот сейчас это является продуктом, запрещенным для использования в детском меню, в учреждениях, да. Вот, и вот тогда, тут такая немая пауза, потому что здесь стоит Управление Роспотребнадзора, тут же стоит прокурор, который, собственно говоря, вот весь район-то отслеживает, мы говорим, ну, пожалуйста, и громовка там вот, ну, то есть там вот и все. Я говорю, пожалуйста... Хорошее меню, но запрещенное. То есть там сказали, так, Владимир Иванович, мы все поняли, нам даже сейчас, мы не будем ждать даже вашего запроса, то есть мы все видим своими глазами. Вот, а, значит, возвращаясь к вопросам проблемы, то есть... Минута до рекламы у нас. Да. Вопросы, вопрос, почему не хватает? Вопросы в технологических картах. То есть когда мы смотрим там ряд чего-то, и нам говорят, так вот у нас технологические карты, и мы объясняем, что люди просто, ну, я не знаю, как это назвать, недостаточной квалификации или что, мы объясняем, что... А злой умысел не рассматриваете? Технологическая карта, это прямо вот расписано, что... Это написано, сколько чего мы берем, и мы объясняем, что у вас написано там, мы... Она говорит, вот, написано 80 грамм мяса, и мы объясняем, 80 грамм вы берете уже готово вареного мяса, вареного. А для того, чтобы мясо 80 грамм получилось вареного, его нужно взять чуть больше, но сырого. А они говорят, нет, у нас вот сырое, мы взяли 80 грамм, и удивляются, почему из него получилось там 60 или 50 потом. Продолжим эту интересную, да, душесчипательную, я бы сказал, тему питания детского через рекламу, через рекламную паузу через полтора минуты. Владимир Шабардин у нас в студии, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Мы сегодня сосредоточимся только на основных, да, моментах вашего ежегодного доклада. На этот раз доклад по итогам 2022 года. Документ очень объемный, еще раз напомним, почти 300 страниц. Если есть желание у наших слушателей ознакомиться с итогами работы детского полномоченного, пожалуйста, на сайте соответствующего можно найти эту презентацию. Проблемы детского питания на них остановились. Еще раз повторимся, да, основное, что вы выявляете, это несоответствие веса, да, на выходе блюда заявленному, нормативные показатели. Вот сейчас мы остановились на том, что нужно брать, имеется в виду там сырой продукт, с которого нужно, да, приготовить готовые уже. Еще какие основные моменты, на которые вы обращали внимание за отчетный период? Ну, вот смотрите. По питанию, да. Ну, по питанию, я уже сказал, вопросы те же, которые есть. Значит, отдельный вопрос у нас всегда стоял и стоит, это питание детей с пищевыми особенностями. Здесь у нас вопросы и не разработки меню, и это в том числе, мы эту ситуацию обсуждали и по городу Кирову, это не только область, мы отдельно, я выезжал в прошлом году на комбинат питания наш многострадальный, и как раз мы говорили о том, ну, у нас поступали обращения и в городе о том, что, собственно говоря, информация не доводится. Вот чаще всего мы сталкиваемся с тем, что родители предоставляют справки о питании ребенка, при этом меню отдельное не разрабатывается, то есть в ряде случаев это просто листочек висит там на кухне или лежит у врача, но при этом... Фактически на питание это никак не отражается? И в ассортименте этого нет. Частичные замены есть, но, опять же, замена эта неполноценная, то есть либо убирается какое-то блюдо, не заменяется, либо заменяется совсем с другой калорийностью. Чаще всего что подлежит замене? Молочные какие-то блюда? Ну, нет, Владимир, у нас, во-первых, я хочу сказать, что количество детей с пищевыми особенностями у нас растет. Оно растет, да, вы говорили раньше об этом. Растет существенно, растет ежегодно у нас сейчас. Ну, вот мы смотрели там, ну, если не практически в каждом детском саду, то в процентах, наверное, 70-ти такие дети есть и в районах области, не по одному. Это и безглютенщики, и безлактозники, значит, и аллергии, на какие-то монопродукты есть, на мясо, на цитрусы, на картофельный крахмал, на рыбу. Очень много разнообразных. Очень достаточно разнообразная эта картина. Да, и при этом и в течение года, и у нас есть отдельный вопрос по этому в рамках летней оздоровительной кампании, там, по лагерям, то есть вот есть ребенок, там, вот мы приезжаем, там, у нее аллергия на картофельный крахмал, например, да, все, всем поставили суп, вот сегодня вот мы приезжаем, прямо там на обеде, суп с картофелем, и, ну, то есть в результате этому ребенку просто тарелку не ставят, и все. И очень часто приходится, ну, объяснять, что есть, ну, решения достаточно простые. Ну, давайте приведу там, ну, такой, может быть, абсурдный, ну, реальный пример, да, ребенок с сахарным диабетом в меню чай с сахаром. Соответственно, ребенок чай с сахаром не получает, не получает, воду наливает, ну, вот обычное. Когда мы говорим, почему, ну, в чем проблема там в чае? А что мы для одного ребенка будем чай без сахара делать? И дальше мы вот с заведующей тут и с медсестрой сидим и пошаговую, значит, технологию... Разрабатывать, как учесть его особенности. Мы просто, я говорю, ну, давайте сейчас с технологией поговорим, да? Они говорят, хорошо, значит, расскажите мне, как делать чай с сахаром? Они говорят, ну, мы берем, вот ставим большую кастрюлю, так, мы наливаем туда воду, так, следующий этап, мы кипятим, дальше мы туда кидаем заварку, он заваривается, дальше мы кладем сахар. Туда же сахар написал, и размешиваем хорошо. Да, бинго, теперь мы, значит, возвращаемся на один шаг назад и задаем вопрос, а нельзя вот этому ребенку до того, как положили сахар этот чай как бы... И тогда он сможет либо использовать свой подсластитель, который ест... Сахар-заменитель, да. Вот, либо пьет чай без сахара. Таким образом, чай-то будет у ребенка. И тогда, собственно, ух ты, оказывается, так можно было. Это вот очень простой пример. Нам, на самом деле, поверьте, достаточно часто приходится объяснять абсолютно элементарные, простые вещи, которые можно сделать без дополнительного финансирования, без приложения каких-то вот сильных усилий, тем более финансовым. Просто, знаете, зачастую людям, ну, не хочется это делать, лишние там телодвижения. Так вот... Есть определенный порядок отработанных годами. Какие-то телодвижения нужно делать по большому счету. Да, включить голову хотя бы, вот, да, этот нюанс, ведь он на поверхности, казалось бы, лежит. Ну, не знаю. Ну, отдельно ребенку чайник вскипятите. Это займет минуту времени. Мы всегда с собой, если мы едем по районам, мы всегда с собой берем обязательно, либо, значит, представители управления образованием, как правило, нам дают заместителя главы района по этим вопросам, образование, социалка. Наша задача проехать, вот, там, мы не можем все учреждения физически там за день проехать, да. Мы проехали какое-то количество. Вот мы выявили определенные проблемы, дальше мы говорим, ребят, дальше вы сами. То есть вы, вот, должны это делать. Что дальше происходит? Ну, какие-то районы относятся к этому там вообще более четко. В каких-то мы видим через какой-то период там... Ну, вы говорили, конечно, что снова приходится возвращаться к одним и тем же вопросам. Ну, в прошлом году у нас был там замечательный, показательный, ну, такой очень интересный пример. Мы приехали в район, где у нас сменился глава, там, глава новый, вот. Вот, и там тоже у нас было в начале, после приема граждан совместного, там, мы поедем по району. То есть не получается. Потом, Владимир Ильич, а можно съездить с вами? Ну, пожалуйста, не только можно, но и нужно. И мы поехали в, там, три детских сада. И когда мы ехали в первый детский сад, он говорит, у нас все хорошо, там, та-та-та-та. И вот так получилось, что вот мой ребенок тоже туда ходит. И мне, как родители, интересно. И вот, когда мы приехали в этот детский сад, в первый, во второй, так, поедем в третий, говорит, так, то есть, собственно говоря, тут глава района, и как родитель сказал, так, мы завтра же собираем собрание руководителей этих всех. Потому что, ну, там, крайне удивительной была ситуация, о том, что там ряд моментов, о которых мы говорили, в том числе и сейчас, и с вами, по питанию, поэтому, ну, то есть, вот, для главы района, как для главы района, как для родителей, был очень четкий, четкий показательный открытие, да. Безопасность, как написать, добраться в школу, я не знаю, да? Было несколько у нас в этом году прецедентов. Если можно, то да, непродолжительно, я так скажу, чтобы по времени было, потому что у нас еще блок такой психологического климата, да, еще очень важный. Вкратце, блок безопасности у нас есть расписанный, я об этом говорил, и отдельно в ЗАГС собрание привел пример. Значит, у нас есть вещи, когда у нас до сих пор там нехватка школьных автобусов, у нас есть примеры, когда школьный автобус куда-то не заезжает, но есть пример, очень там, показательный, он совсем рядом, вот у нас по Сегово, деревни, говшонки и головизни, значит, школьный автобус едет мимо этих деревень, обращение. Детей из этих деревень он не забирает. Сколько их там? По присутствию, ну, там, в прошлом году там было два ребенка из одной деревни, девочка из другой, неважно сколько, это 10, 20, 50, хоть один ребенок, да? Но автобус школьный идет вот здесь, вот, то есть вот ребенок видит, как школьный автобус проезжает мимо, и он не останавливается, не забирает их только по причине отсутствия остановочного павильона и кармана для заезда. То есть он не может останавливаться, это, еще раз повторюсь, это не ситуация, при которой нужно заезжать там за 3 километра в какую-то деревню, а вот прямо... Просто нужна официальная остановочная площадка. Мы неоднократно обращались в администрацию Акирово-Чепецкого района, неоднократно, значит, все там, ну, потом когда-то мы планируем и так далее, и так далее. Значит, мы обратились в прокуратуру, прокуратура вынесла представление. На настоящий момент прокуратура обратилась в суд, есть решение суда, но исполнение этого решения суда, ну, значит, до сентября 23-го года. То есть у нас вот этот год учебный, дети... Вообще выпали, да. Да. И это только, ну, вот один из примеров. Поэтому вот, ну, в части безопасности передвижения, например, если вы просили кратко. Психологический климат, это тоже одна из самых острых, злободневных тем. Мы помним прекрасно, что вы ежегодно уделяете в своих докладах внимание тому, что не хватает, да, в наших учебных заведениях психологов, другие ситуации. Тут, когда вы озвучивали результаты своей работы губернатора Кировской области Александра Соколова, там некоторые СМИ уже подхватили вот эти жареные, да, темы, в том числе и по первому месту в Приволженском федеральном округе, вот печальная статистика. Ну, давайте вот поподробнее поговорим. Да, у нас есть как есть, цифры у нас, к сожалению, серьезные и нерадостные. Да, у нас рост количества детских суицидов завершенных, и рост количества незавершенных, у нас эта динамика есть. Мы об этом говорим не первый год. Если у нас в прошлом году был спад по завершенным суицидам, то количество незавершенных попыток и актов демонстративного шантажного поведения у нас не снижалось никогда, то есть это количество растет. И мы неоднократно ставили вопрос о необходимости кардинального изменения подхода вообще к вопросам психологического климата наших детей и вообще системе работы с этим. И количество обращений к нам, которые поступают, тоже говорит об этом. У нас в этом году, как и в прошлом, на первом месте обращение по вопросам конфликтов образовательных организаций. Что такое конфликт? Это ребенку некомфортно, это ситуация буллинга, травли, как между учениками, так и со стороны учителей, учитель-ученик и так далее. Это ситуация, при которой крайнем развитии событий, не дай бог, может произойти ситуация, которая резонансно происходит в школах других городов, когда ученики возвращаются в свое учебное заведение, не дай бог, с оружием или еще с чем-то. И эта ситуация, когда у нас нет специалистов и кадров, это вот сейчас я немножко отдельно коснусь мониторинга, который мы еще отдельно проводили по обеспеченности кадрами в детских садах, это не только психологи, но и логопеды, дефектологи. И когда у нас ни одного психолога нет для ребенка, например, в Кельмецком районе мы приезжаем, а ребенок, у которого прописана индивидуальная программа реабилитации и абилитации, и результаты ПМПК, то есть это вот вещи, которые мы обязаны выполнять. Это не то, что будет, есть в школе психолог или нет, то поработать с кем-то. Вот здесь эти рекомендации мы обязаны выполнять. И возвращаясь к проблемам вообще работы в этом направлении, и когда мы разговаривали с Александром Валентиновичем, вот встречались до ЗАГС собрания по итогам доклада, Светлана Витальевна была как раз вот один из вопросов, Александр Валентинович сказал, что очень, он поддержал меня в этом вопросе, сказал, что очень правильное предложение. Как раз в части, ну, один из вариантов это формирование межшкольных психологических служб, когда нам не нужно стремиться к тому, чтобы... В каждом учебном заведении, да? Ну, вкратце, да, у нас есть 30 школ и детских садов там в районе. То есть у нас первый путь мы можем идти там, искать 30 психологов, которых мы не найдем никогда. Квалификация... Тоже непонятная. Тоже непонятная ставка 0,25-0,5. Зарплата такая. Второй вариант. Мы берем там 2-3 ставки на район, хороших, качественных, с лучшим финансированием, поскольку они в штате другого учреждения, там, отдельного. Ну, в частности, у нас сейчас первые 7 ставок у Елены Владимировны Трубицины в центре дистанционного обучения. То есть это не в штате там школы какой-то конкретной. И вот это... Аутсорс такой, да? Ну да, но это там внешние психологи, более качественные, квалифицированные, более серьезные, которые работают по проблемам. Вот уже... То есть они могут проводить какие-то срезы на всех учреждениях. Не велика на них нагрузка по нескольку? Сейчас никакой нагрузки ни на кого нет. Вот давайте мы в ряде районов... Нет, ну, если нет ни одного психолога в этом муниципальном образовании, там, ноль. Первое. Второе. У нас есть школа, в которой, да, есть психолог, но в школе учатся там 1600 человек. Конечно, велика нагрузка. Мы еще раз говорим о том, об изменении вообще подхода к этому вопросу. У нас нет срезы, не проводятся срезы по суицидникам, по этой категории предрасположенной, да, а не по проблемам буллинга, травли, по взаимоотношениям и так далее, и так далее, и так далее. Я прошу прощения, нет никакого... Ну, вот хотя бы даже по травле, да, никакого-то анкетирования или еще чуть-чуть. Хотя бы выявить какие-то... Вот сейчас нет ситуации о том, что у нас в районе условное 20 школ. И в какой из этих... В каких из этих 20 школ складывается ситуация, например, критичная в восьмых классах, в которых у нас... То есть прям точечно. Да. Вот сейчас этого не проводится. Ну, это... Я только один из примеров приведу, да. А если бы у нас был психолог, который... Ведь анкетирование ему не обязательно самому проводить. То есть нам нужно разработать некий пакет очень серьезных материалов, которые люди на месте могут провести сами там анкетирование, да. Вот предварительные, не нужно участие. После обработки анкет или после обработки определенных там программ, есть сейчас и в электронном виде на эти моменты, вот дальше идет уже ситуация, при которой можно следить, что в этом... У нас из 20 в двух школах образовались проблемы. В этой такая, в этой такая. Соответственно, эти 18 мы можем пока там оставить в покое, а вот по этим двум нам нужно работать и работать гораздо более серьезно и качественно. Если психолог в этом районе там не может сам самостоятельно, значит, у нас должны быть люди на... Ему в помощь на уровне там областного центра, которые могут к этой работе подключиться и проделать ее более качественно, поработать с той группой детей либо с тем ребенком, которому такая помощь требуется. Я просто помню, у нас в школе школьный психолог очень часто проводила какие-то анкетирования, мы что-то рисовали постоянно. Мы очень любили эти моменты, потому что она же время от урока отнимала. Я помню, что это раз в месяц она точно приходила, и я знаю, что кто-то потом из ребят ходил вот по итогу вот этих... Чем сейчас вообще занимаются школьные психологи? Есть ли примеры хорошей работы школьного психолога? Мы тут как-то сразу о проблемах заговорили. У нас есть пример работы в плане специалистов по детскому саду, а он приведен у нас в докладе отдельно. То есть мы не только говорим о том, что вот тут недорабатывают, а вот конкретный пример, как можно организовать, как должна быть организована работа конкретного учреждения. Что касается школьных психологов, это мы уже неоднократно обсуждали, большинство ситуаций, в которых они работают, касается исключительно учебной деятельности. Учебные. Это поступление в первый класс, пятый класс тестирования, перед ОГЭГ, девятый, одиннадцатый класс. Вот это та нагрузка, с которой они справляются и так далее. Это нормативная их нагрузка? Или так складывается? Ну, они работают... Вот сейчас... Это обязательные системные такие моменты, которые им тоже нужно уделять внимание. Вот еще раз, на сегодняшний момент нет единого понимания, единых требований, а чем... То есть какого-то стандарта нет? Вообще... Ну, стандарты есть психологические, стандарты... Вот. Но чем вообще школьный психолог в школе заниматься должен? То есть если два старшеклассника подрались в коридоре, дальше непонятно, что с ними делать? Почему? Там много вариантов. И вызовут и родителей, и это... Нет, я имею в виду, участие психолога-то в этой ситуации, оно предусмотрено как-то. Если его вообще нет в этой школе? Это же более сложная ситуация. И у нас ряд директоров говорили о том, что я, честно говоря, не понимаю, чем у меня психолог в школе должен заниматься. И разный подход. Вот одни говорят, что вот этим, а другие говорят, что этим. Поэтому, ну, винить здесь самих психологов не приходится. У нас служба, скажем так, подготовки психологов в последние годы тоже очень сильно хромала, когда мы несколько лет назад ставили вопрос о том, что вообще из системы подготовки психологов школьных была убрана школьная практика, такое понятие, как школьная практика. То есть откуда... А то есть они даже практику сейчас не проходят? Ну, слушайте, мы учились в университете в нулевые годы, где психологический факультет был из самых востребованных, насколько я помню. Да, очень многочисленный прям ужас просто. Ну вот давайте я вам приведу... Где они все эти люди? Давайте я вам приведу пример. Ну, вот психолога в одном из наших оздоровительных лагерей. Лето у нас тоже было сказано, что вот у нас лагеря, мы туда отправили психологов. И вот ситуация. Мы приезжаем там, ну, девочка после третьего курса. Девочка хорошая, но она понятия не имеет о особенностях психологии, в частности. Там у нас две крайности было. У нас была девочка, которая официально стоит на учете в наркологии, вот, и которую там, собственно говоря, так, немножко в сторону подвинули все. И вожатый, и отряд, сказали, мы не знаем, что делать, вот как бы никак не вовлечена была. А мы разговаривали потом, девочка, ну, неплохая, но так случилось. Вот, и после того, как мы поговорили с психологом со всеми, каким образом можно там вовлечь, она с удовольствием принимала участие в реальные мероприятия. И второй момент, значит, там такой ребенок, девяти лет от роду, там, маленький, вот, с которым психолог справиться не могла никак, тоже. Маленький делал такое? Ну, такой вот он, мы пришли на тихом часу, вот такая ситуация, картина, значит, там у них вот комната для проживания, вот он один, вокруг него сидят трое вожатых, все вожатые этого отряда, вот трое, они сидят вокруг него, а он такой на кровати, значит, полусидят, там, ну, бросают машину, он такой, король такой, вот. И они, значит, и вот эти девчонки, которые сами после второго курса, они на практике были, то есть они не поняли, они сидят и ревут реально. То есть нет опыта у них вообще, они не знают. Да, да, что с этим делать, вот. С какой стороны подступиться, да. С какой стороны подступиться, да. И вот, и они зашли там, ну, реально в тупик, мы не знаем, как с ним еще взяться. Я говорю, как? Вот давайте сейчас поговорим. Я тут же, я говорю, слушай, а вот с тобой кто-то в жизни хоть так раз говорил раз? Он говорит, нет. То есть вот это поведение, то есть они не понимают, что вот сейчас он только еще дальше раскручивается, этот маленький, маленький. Потому что мы тут же выяснили, что весь стиль общения, значит, приведение его там по какому-то порядку со стороны там его круга, окружения, заканчивалось тем, что там плохо, то есть, ну, получаешь там. Физическое. Физическое, да, сразу время. То есть вот это грубая сила, которую он понимает. Поэтому когда с ним начинает говорить, ну, пожалуйста, давай, поди, вот это, вот это, вот это, все. То есть там ситуация, в которой он не привык и с которой он справиться не может. Понятно, что его бить не надо, нельзя в лагере, но и подход нужно к нему менять. Поэтому, а там была ситуация, в которой мы завтра его отправим на дам, мы не можем справиться. То есть вот мы сели с этими девочками-психологами, Психологами переговорили, что нужно сделать и как изменить подход в этой ситуации, потому что, ну, слушайте, 9 лет это не тот возраст, с которым справиться совсем нельзя, а то, что происходило, как бы так. Ну, вот это пример того, что психолог вроде бы как бы есть, но вроде бы как бы его и нет. Как идея-то будет реализовываться с межшкольными психологами, раз поддержал ее Александр Валентинович? Какие шаги будете предпринимать? Ну, у нас, опять же, были предложения, мы ведь их не сейчас и даже не в этом, не в прошлом году рассказали, мы потихоньку эту ситуацию все равно там хоть потихонечку, но продавливали, поэтому первые 7 ставок у нас, которые я был выделил, сейчас планируется еще там, еще 7 ставок. На базе Института развития образования мы этот вопрос очень серьезно обсуждали, мы этот вопрос обсуждали на базе Центра дистанционного образования, то есть, каким образом развивать. Ну, и отдельный вопрос, который мы сейчас регулярно обсуждаем с Сельфаном Валентиновичем, как курильщим запретом. То есть, что нам с этим нужно делать дальше? Ну, посмотрим, что этот год покажет, что из этого у нас получится дальше. А кроме психологов еще есть какой-то серьезный недостаток в кадрах? Вот логопедов, по-моему, вы упоминали. Логопедов, да. Мы в этом году по обращению, опять же, родителей провели, ну, у нас так как-то исторически получалось, что город, областной центр у нас немножко, ну, не то, что в стороне, но в основном область, вот, потому что, ну, то, что поближе, всегда, ну, мы что, успеем. В этом году мы взяли детские сады города, ну, несколько, как бы, выборочно, да, вот, по обращению родителей как раз вопросы были по нехватке и воспитателей, и специалистов, логопедов, дефектологов, тех специалистов, с которыми нужно работать. Насколько критична эта нехватка? Проблема есть, мы ее озвучили в докладе, и по количеству воспитателей, помощников воспитателей, ну, вопросы есть. Нужно сказать уже, что вчера к нам обратились из городской думы, мы направили депутат, ну, то есть по закону мы направляем депутатам законодательного собрания, но, собственно говоря, город Киров у нас не отделим, да, от региона. Поэтому мы направили депутатам городской думы, и вчера мы получили запрос от депутатов, ну, заинтересованность такая большая, обсудить отдельно вопрос по городу Кирову, как раз по кадрам, который работает и с детьми с ОВЗ, с детьми с особыми потребностями. Поэтому вот мы, у нас предстоит отдельная встреча, я не знаю, с каким количеством, ну, то есть с инициаторами депутатского корпуса городской думы, с которыми мы вот этот вопрос, они попросили встретиться, чтобы отдельно этот вопрос обсудить. Вам-то в чем суть видится? Почему не хватает? Почему не хватает? Неский зарплат, еще что-то, еще какие-то факторы. Вот смотрите, да. Пара минут у нас остается. Да, вкратце, зарплата. Одно из предложений, которое мы внесли в докладе, это предусмотреть возможность, значит, льгот для посещающих детский сад работников, сотрудников у нас сейчас расширить. А, у нас же приняли, соответственно, да? Нас приняли, мы предложили эту категорию расширить для того, чтобы обеспечить не только воспитателей. Я вообще, кстати, думала, вот когда эта новость вышла о том, что... Что для всех? Да, я была так удивлена, я думала, что это вообще, в принципе, как-то по умолчанию. Нет, нет, такого не было по умолчанию, нет. Поэтому вот мы сейчас предложили расширить эту категорию как раз для того, чтобы и другие специалисты при наличии у них детей могли быть заинтересованы в работе, в этой структуре, да? А, второе, нам нужно и вопрос подготовки, я почему упомянул, Институт развития образования упомянул, да, наш, вопрос подготовки кадров, вообще изменение подхода к этому, возможно, нам нужно, если мы говорим психологов, вернуться к системе, ну, целевого набора, вот, чтобы у нас гарантированно там... Человек выпускался и приходил работать. Человек выпускался и приходил работать, да. В конкретной, да. Минута остается, но я думаю, что сейчас эту минуту мы зайдем уже подведением итогов, да, вот такой доклад получился у уполномоченного по правам ребенка. Еще раз напоминаю, что доклад уже доступен в электронном виде на сайте уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. Спасибо большое, Владимир Шабардин, в нашей студии. Не успели, конечно, охватить еще очень много тем, потому что результаты работы достаточно обширные. С результатами, да. Ну, и хотелось бы, чтобы все-таки у нас с годами-то меньше проблем становилось, да. Спасибо вам. В этой сфере, да. Владимир Сметанин, Дарья Топузлива, дневной разворот, на этом завершаем. Дарья Топузлива, дневная разворот, на этом завершаем. Продолжение следует...